Совет сотрудничества тюркоязычных государств солидарен с правительством и народом Азербайджана в вопросе восстановления интеграции освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам неформальной встречи лидеров государств, членов Тюркского совета. На саммите выступил президент Азербайджана, действующий председатель Тюркского совета Ильхам Алиев. Проинформировав участников видеоконференции об итогах Второй Карабахской войны, глава государства отметил, что международные организации постоянно поддерживали позицию Азербайджана. Однако на деле особого значения это не имело, ведь вопрос не находил своего решения. Для решения вопроса в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ, и хотя она действовала на протяжении 28 лет, результата не было, при том, что страны-сопредседатели Минской группы – это ведущие государства мира, ядерные державы, постоянные члены Совета безопасности ООН. Конечно, если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации и применены санкции с учетом требований Азербайджана, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем. Однако, по словам Ильхама Алиева, этого не произошло. Напротив были предприняты шаги, направленные на замораживание вопроса. Армения фактически отказалась от переговоров. Затем последовали очередные провокационные шаги руководства Армении, что свидетельствовало о том, что эта страна пытается втянуть Азербайджан в провокацию. Однако им это не удалось. В конце сентября военные позиции населенные пункты Азербайджана в очередной раз подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате чего погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц. Противнику был дан адекватный ответ. Продолжавшаяся 44 дня Вторая Карабахская война завершилась полной победой Азербайджана. Вопрос был решен военно-политическим путем. Уже можно с полной уверенностью сказать, что Нагорно-Карабахский вопрос, Нагорно-Карабахский конфликт урегулирован. В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорно-Карабах. Азербайджан решил этот вопрос, одержал историческую победу. На разрушенных территориях начались восстановительные работы. Говоря о победе, достигнутой в ходе Отечественной войны, глава государства особо подчеркнул политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджаном Братской Турцией с первого дня боевых действий, отметив, что она имела огромное значение. Президент Турции Реджеп Теопер Дуган в свою очередь поздравил Азербайджан с победой и подчеркнул важность восстановления освобожденных территорий. Мы продолжаем оставаться рядом с Азербайджаном со всеми нашими возможностями для восстановления и сохранения тюркского наследия в Карабахе, что важно для всех нас. Вместе с тем я считаю важным возвращение наших братьев, всех вынужденных переселенцев на родные земли для скорейшего развития этого региона Азербайджана. Президент Ильхам Алиев в своём выступлении коснулся новых возможностей, появившихся в регионе после Второй Карабахской войны. Глава государства отметил, что уже ведётся активная работа над Зангизурским коридором. Зангизур, являющийся древней азербайджанской землёй, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангизур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе Армении. Президент Азербайджана выразил уверенность, что страны-партнёры также воспользуются этими возможностями нового транспортного коридора. Эльнара Алиева, CBC